всем привет дорогие друзья мы продолжаем изучать тему химической эволюции добро пожаловать в америку какой-нибудь детройт в общем где ребенку в школе сейчас расскажут теорию химической эволюции и мы вместе с вами ее послушаем с вами доктор перч ежик борис автор этой передачи конечно же веган ежик борис давайте ребят начинать вот и нам конечно же для начала должны обязательно напомнить про теории эволюции напомню что такая некая теория о том что существует древо эволюции а вот в основании вот этого большого дерева лежит значит наш древний какой-то основатель такой дедушка серёжа от которого мы разъехались потом по деревням значит там и поселкам но дедушка серёжа у нас был мы разъехались на потому что он пил но он то есть у нас придет потом наш предшественник так вот сейчас дорогие друзья мои выйти фильм которого собрано самое вообще лучшее что есть из эмбриологии из костей находок из биохимии значит сравнительной анатомии и сравнительной генетики сейчас вот это вот пятерочка значит вот этой науки современной же жена объединившись такой серьезный такой умный научный кулак вдарим голову молодого поколения прямо в лоб чтобы донести ему теорию значит химической эволюции посредством вот такой вот тупой сказочки это раньше еще дорогие друзья мои советском союзе да и в россии там у славян раньше были все время три брата да помните был три брата потом там была песенка про зеленого кузнечика которого там лягушка съела так вот в американских сказках братов четыре по политически корректным причинам был введен значит голубой вот этот вот брат ну не будет значит итак друзья мои значит жили были четыре брата желтый зеленый обсуждать китай на жили были четыре брата китаец голубой зеленый и по-видимому красный коммунист 4 значит тут этих огурца пришла лягушка в виде значит хамелеона и ребята мои съела всех но хамелеон-то детям он старенький был понимать такой старенький послеповатый и он не заметил вот этого зеленого кузнечика а кузнечика все я друг там лягушек и если ушками дружил но перед этим он конечно должен спариться нормально понимаете прежде чем с лягушкой дружить и прибежали девчонки которых тоже вот этот вот слепой хамелеон не заметил и давай он значит там с ними репродукцией заниматься прибежала обычная к нему зелененькая значит была и какая-то мулаточка мулаточка какая-то прошло время и куст усеялся значит просто детьми вот этих вот пар там ну после какой-то там party да и вот пришел уже не слепой ребята мои хамелеон и сожрал вообще всю семью всех сажал подчистую за исключением вот этого сыночка все-то раньше думали что это какой-то странный сыночек что он какой-то в общем корявенький какой-то значит но оказалось что вот этот как раз и выжил потому что даже даже зрячий нормально хамелеон не мог увидеть вот этого а всех остальных сажал и этот кривенький говорит девчонки приходите и такие же девчонки прибежали и стали они там репродукцией заниматься и погнала эволюция ребята мои но китайцы желтые чужие их просто их просто тупо много вот но китайцы значит китайцы лучше их не трогать причем мы это все можем доказать копая вонглубь земли мы допустим будем копать 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 да дойдем до динозавра начнем еще дальше копать дойдем до ёжика вот более горючу это ёжик упорь гатчу нужно поменять ёжики вначале идут а потом люди правильно молодец вот так вот чем дольше будем копать мы дальше дойдем до рыбы потом какие-то триглодиты и вот потом уже там где-то на самом-на самом деле мы найдем ребята клетку где-то примерно на глубине трех с половиной миллиардов лет назад вдруг появляется клетка ура 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 узнавать же значит как же эта клетка то появилась наконец-таки я надеюсь наконец-таки наброска как же эта клетка появилась и улыбал и так клетка состоит из молекул правильно хорошо я согласен и вот дарвин стал думать как же объяснить вот это возникновение значит клетки я кстати ребята пока суть до дела пока дарвин там думает значит раскидывает головой я напомню вам как нашим проклятом советском союзе детям перед детьми там еще что-то пытались танцевать там еще что-то пытались там им рассказать и объяснить примеру в этом ужасном образовании вот который дело детей в общем там на обед детям вот этим вот несчастным рассказывали что существует некоторая химическая жизнь и биологическая жизнь существует такая химическая эволюция очень долго порядка там давным-давно на планете существовало такие исходные газы вот была такая перестань по поводу гаот пошутил ха-ха-ха вот так первичная земля появились какие-то низкомолекулярные органические соединения потом биополимеры пробионты и попки то там первые клетки из которых потом там дядя серёжа появился а потом уже мы там разъехались куда-то да и вообще что для того чтобы жизнь существовала нужно то всего метан водород аммиак вода углекислый газ некоторые условия во время которых происходят появляются белково-липидные системы пробионты и ля-ля-ля-ля уж потом вроде бы там сложились как-то клетки это в советском союзе а что же дедушка дарвин вы расскажете американским деткам а мы пока не знаем говорит дедушка дарвин но мы наука убеждены что раз все состоит из молекул значит и клетка состоит из молекул вот и вся теория ребят вот и все что что рассказывает американским детям чтоб чтоб вы понимали вообще все это просто ад какой-то вообще это просто я ответу просто сел такой думаю как как это так вообще с кем с ведут тут разговоры там смотрите за чё с какой если у нас еще да там с с конференцией нам еще что-то рассказал первичный бульон там первичная атмосфера какие-то там поликонденсация которая потом репликация что-то там еще зачёсывали в голову детей сейчас все очень просто ты появился из молекул понял да да все до свидания топай домой мы там читали куда химическую эволюцию земли господина войткевича что-то там да там это чудо нам писали нам пытались рассказать что из бы более там простых молекул могут создаваться более сложные молекулы там какими-то реакциями но учителя сами признавали что как бы мы там не могли это все очень тяжело представить да то есть были какие-то атомы ну я там сидел представлял а ну вроде да то потом они собрались такие простые вещества ну да да потом там то какой-то там какой-то бульон там что-то все варилась появился как макро молекула я такой ну да могло быть потом там появилась такая пробионт такая плюха просто плавает наверху там толком ее бьет в каком-то бульоне ну видимо да там она такая полуживая полу неживая там полу глаз один открытый непонятно понимаешь этом толком очередной раз там шандарахнула она вдруг ожила и поползла там на сушу значит эволюционировать до ежиков про молодец порядок что-то еще нам объясняли тогда американский дорогой ребенок из молекул произошли клетки потому что существует химия и химия доказала что из молекул происходит из вот этих вот атомов 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 электронов против молекулы молекулы потом соединяется в более сложные молекулы а из более сложных молекул появляется жизнь примеру миша дорогой ты видишь воздух нет не вижу а в нем есть молекулы такие же точно из которых ты состоишь видишь эту грязь дерт вот этот да это такие точно молекулы из которых ты состоишь мишка ты вообще ничем не отличаясь от воздуха или грязи вообще посмотри на свои очень 25 долларовые кеды которые советском связи стали 220 и но которые проклятые да а сейчас они дорогие и модные так вот этот резина она такая точно как ты ты такой же точно состоишь из таких же молекул и твоя нога видишь она наполовину грязь наполовину что-то живое она все состоит из молекул понял да вот ты состоишь из молек а молекулы потом соединяются во что-то живое внутри которые происходят живые там метаболические процессы вопрос вообще возникает ребят подойдите как раз это и есть вообще вопрос появления жизни как появились метаболические процессы в этой плюхи которая там полуживая с открытым глазом плавала потому что есть в движении есть жизнь как метаболические всякие процессы там появились водка клетки живые они сделаны из специальных молекул оказывается поймете вот такой специальные такие маль специальные молекулы удивительно что нам еще да там детям еще пытались рассказать про аминокислоты что их там 20 что сейчас изучая этот бульон получено порядка четырех молекул аминокислоты то не там между против собой там все не могут никак сдружиться понимаешь вот нам пытались рассказывать про то что из этих аминокислот могут там строится какие-то большие 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 но даже учителя говорит что липидную оболочку построить нельзя потому что жировая клетка совершенно уникальная ребята при обычной температуре при обычном давлении жировую клетку вот это вот триглицерин фосфолипид невозможно никак получить кроме как синтеза в клетке органическо потому что посмотрите хаппин да хаппин фосфаты глицерин от которой свисает для те огромное количество карбоновых вообще оснований которые мы и есть карбоновое наше тело так вот еще детям рассказывается мари живые клетки да вот это мишка помнишь ты там дышал воздухом да ты такой как воздух грязь помнишь да а ты такой как грязь резина там ноги твои такие же точно так вот клетки живые состоят из специальных клеток вот из этих специальных клеток из этих специальных молекул создается гены офигеть вообще протеины интересно про жир расскажут и клеточная мембрана поздравляю все до свидания вот такое то объяснение вот это объяснение которые подвергают общем американского ребенка вот таким вот рассказом по поводу химической эволюции понимать вот так объясняется американским детям химическая эволюция в дотройте там понимаешь друзья мои почитайте опыты миллера по созданию жизни из неживого мы дальше рассмотрим вот эту сказку для более взрослых детей там 8 9 10 класс давайте пока с вами доктор перч вот и конечно же ёжик борис просто пипец просто ад это ад